Вау, 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 вау. Это некий симбиоз Супермена и Супергерл. Ууу, да ну это Фера прям такие, такие джаглы дает сделать. Ребята, всем добрый день. Прошло, наверное, уже около трех месяцев с момента последнего видео и, к счастью, я жив и здоров. И мы продолжаем. Трейлер Твердыни вышел секунду назад и давайте вместе посмотрим, правильно ли движется Незерам Студис, потому что у меня есть очень большие сомнения. Я думаю, по этому трейлеру мы поймем, собираются они исправлять свои ошибки или нет. Мы мощно отреагируем и проанализируем трейлер сразу после этого сообщения от нашего спонсора PS Propaganda. Выход этого видео поддержал сервис PS Propaganda. Магазин Propaganda это надежный и выгодный способ покупать любые игры на PlayStation или Xbox, даже если у вас нет зарубежного аккаунта. Что меня удивило, это один из немногих сервисов, который имеет полноценный сайт с онлайн оплатой. То есть получить игру или подписку можно очень быстро, оплатив через СБП или карту. Прямо сейчас в пропаганде очень вкусные цены на наши файтинги Mortal Kombat 1, 11 и X. Ну и в целом более 5000 позиций из магазинов PS Store и Xbox. И при желании админы создадут вам турецкий аккаунт, оформят туда подписку и сразу закинут игру. У ребят уже более 500 реальных отзывов, все их можете почитать в группе Телеграм. Переходите в бота по ссылке в описании и забирайте мой промокод на скидку в 10% на любую покупку. Успейте поймать скидки апреля и мая в гейм пропаганде. Как хорошо, что в Mortal Kombat так много гостевых персонажей добавили. Потому что я всегда об этом просил. Окей, Холмлендер. Ну ладно, это вроде мы уже видели. Вот выглядит он офигенно. Типа, это реально как Энтони Старт. Я прав не понимаю, что там за драма была. Но в плане визуала это 5 из 5. Бля, господи, это Супермен. Ё-моё, это один в один Супермен. У него даже нижний лазер есть. Да, даже Перри есть. Блин, я думал, я думал, на самом деле, я больше не увижу. А Супермена из Инжастица? Но это прям один в один такой мувсет. О, прикольно, новая Камел. Да, Фера, как ни странно. Окей. Прикольный захват. Слишком долгий. Мне не нравятся анимации. Которые длятся по 5 секунд. О, прикольно. Слушай, это некий симбиоз Супермена и Супергерл. Ух ты. А, слушай, это мне кажется, была подсечка. Окей. Фера выглядит таким помощником, да, который... А может поможете миксовать. Потому что... Окей. Ладно, ладно, окей. У него есть антизонинг. О, понятно. И броня дает Фера. Вот воздушный жагл мне всегда прикалывает. Ууу, да, но это Фера прям такие... Такие джаглы дает сделать. Окей. Да, это как будто... Это как будто Фера из Mortal Kombat X. Оверхеда, лоу, броня. Вау. Вау, 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 вау. Окей, окей. Мне очень нравятся вот эти воздушные комбинации. Вот. Что в таких играх, да, как Marvel, как Guilty Gear, меня всегда притягивало. Это долгие воздушные джаглы. Вот. Получается, твердыня как раз про это персонаж. Блин, ну что я могу сказать, пацаны? Это... Это Супермен и Супергерл, да? Вот эти его воздушные комбинации с отменами. Очень похожи на Супергерл. Скажем, прессинг вблизи и лазер похожи на Супермена. Хомлендер, получается, выходит уже 4 июня. То есть через неделю. Очень охота за него поиграть, потому что даже в этом трейлере я заметил очень много мелких моментов, которые интересны. Во-первых, наверное, надо сказать то, что герой получился один в один таким, каким я его представлял. То есть это база Супермена с неким, да, воздушным зонингом от Супергерл и ее воздушными отменами. То есть нельзя сказать то, что в этом плане я сильно удивлен, но он будет играться и ощущаться очень похожим на Омнимена. И это, наверное, скорее хорошо. Больше всего я заметил приемов именно с лазером. Лазер для зонинга, воздушный лазер, задерживающийся лазер, лазер в комбе, тычка лазер, потом в нижний лазер, который дакает все хай-прожектайлы. В этом плане, наверное, персонаж остается верен себе. Блин, я просто надеюсь, что это опять не будет второй Супермен, потому что если вы вспомните Injustice 2, то это был полный трэш. Но в Mortal Kombat 1 в этом плане игра, конечно, более активная. Да, у него есть зонинг, но у него также есть атака и воздушный контроль. Поэтому я надеюсь, он не будет превращаться в такого тупого, безмозглого зонера, как Тургерл, Старфайр или Супермен. И меня еще очень сильно удивило то, что больше половины трейлера было посвящено Фере, а не Твердыне. Да, если вы играли в Mortal Kombat X, то вы уже примерно знаете все ее фишки. Я думал, это будет какой-то переработанный герой, но у нее тот же Оверхед, тот же Лоу, тот же Удар на Отмашь. Она также дает броню, как и Тору. Единственное новое, что я заметил, это когда она стоит рядом и просто за тебя болеет. Я не знаю, это баф к урону. Или, возможно, ресет комбинации. Тут надо смотреть. И как по мне, Фера выглядит очень скучно. У нее нету никаких магических способностей, да, она просто бьет, она просто машет. И я думал, все-таки будет переосмысление этого героя. Она просто немножко выросла, и все удары, которые у нее были вместе с Тором, теперь будут с тобой. Скучно. Она тоже будет доступна в июне, но больших надежд на нее я не возлагаю. То есть, мне кажется, главная проблема в том, что она бьет слишком коротко. Да, у нее есть вот этот лоу-тост, но он мне показался относительно медленным. Ну и если сравнивать, да, с топками, которые на любом экране, на любой позиции экрана могут дать тебе профит, то Фера пока что смотрится слабо и без идей. Мы за нее поиграем, но, я думаю, без большого энтузиазма. Что меня действительно радует, и что осталась буквально неделя до всего этого контента. Я хочу вместе с Твердыней большой баланс патч. Я надеюсь, эти идиоты, да, додумаются наконец-то понерфить некоторых камео по типу хамелеонки, которую они до сих пор не тронули. И поправят технические моменты. Каждым новым патчем Mortal Kombat 1 становится все лучше и лучше. Но, к сожалению, это особо не добавляет ни зрителей, ни игроков. Через неделю, ребята, нас ждет ренессанс нашей любимой игры. Мы, как Легион, должны отстоять честь Эда Буна и NetherRealm Studio. Потому что такое ощущение, что мы последние, кто играет в МК-1. Вот такой у нас пока что итог по Твердыне. Ребята, большое спасибо всем, кто смотрел. Давно не выкладывал видос. Уже через неделю будем играть. И скажу вам, говно персонаж или нет. Пишите свое мнение по Хомлендеру. Увидимся с вами совсем скоро, пацаны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok